Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Сегодня я вам предлагаю окунуться в мир русских волшебных сказок. Сейчас я вам прочитаю одну хорошую, замечательную, учительную сказку из этой книги. Называется она «Лиса и журавль». Лиса с журавлём подружилась, даже покумилась с ним. У кого-то на родинах. Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманёк, приходи, дорогой, уж как я тебя угощу!» Идёт журавль на званный пир, а лиса наварела манной кашей и размазала по тарелке. Поддала и подчивает. «Покушай, мой голубчик, куманёк, сама стряпала!» Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это время лижет себе, да лижет кашу. Так всё сама её и скушала. «Каша съедена», — лиса говорит. «Не оббесудь, любезный кум, больше подчивать нечем!» «Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне, ты в гости!» На другой день приходит лиса, а журавль приготовил крошку. Наложил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит. «Кушай, кумушка, право, больше подчивать нечем!» Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдёт, и так, и лизнёт его, и понюхает-то. Всё ничего не достанет, не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюёт себе, да клюёт, пока всё поел. «Ну, не оббесудь, кума, больше угощать нечем!» Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор дружба у лисы и журавля врозь. Ребята, а теперь, после прослушивания сказки, вы должны задуматься, в чём в ней состоит мудрость. Субтитры создавал DimaTorzok